Здравствуйте, это Рынки Позиции, в студии Елена Крупова. Битва фундаментальных и технических экспертов продолжается. На текущей неделе техническую команду представляет Альберт Бурага, эксперт Витрэй ТВ. Команду же фундаментального анализа поддерживает Дмитрий Розуракин, инвестиционный консультант Зембланка Инвестментс. Добрый день, господа. По традиции, подводим предыдущие итоги, смотрим, какая команда заработала победные баллы. Далее идем к сегодняшним рекомендациям. Итак, команда технического анализа делала ставку на покупку бренда, но покупка случилась от 46,7. Целевой ориентир был обозначен в 47,8-47,90 и закрытие случилось несколько ниже той цены, по которой приобреталась. Соответственно, просадка была бы в районе полупроцента. Команда фундаментального анализа наша рекомендовала покупку Verizon Communications. Здесь доходность по закрытию торговой сессии почти 0,7%. Покупка была бы от того уровня, который был актуален на момент открытия торговой сессии, это 47,6. Соответственно, стоп-лосс был обозначен в 1,5%. Таким образом, фундаментальная команда прибавляет в себе дополнительный победный балл за вчерашний день и сейчас счет команд 2-1 в пользу фундаментальных экспертов. Также распределяются и баллы с начала текущего года. Фундаменталисты выигрывают со счетом 129-116 у технических экспертов. Ну что ж, господа, давайте продолжим тему, в частности, нефти. Альберт, что мы сегодня получили от Bloomberg, по крайней мере, данные, которые свидетельствуют о том, что переговоры России с ОПЕК принесли бюджету страны более 400 миллиардов рублей или 6 миллиардов долларов. Вот это решение начать с начала года переговоры с картелем по стабилизации рынка нефти, по оценкам экспертов Bloomberg, дали такой положительный хороший эффект. Скажите, вы согласны с такой оценкой вообще, насколько действительно переговоры и потенциальная заморозка нефти, даже пусть и у многих стран на рекордных уровнях, будет вообще приносить им какие-то реальные ощутимые выгоды? Конечно же, в среднесрочной перспективе это очень хороший показатель. Для России это тем более хороший показатель. То есть мы можем рассчитывать на, может быть, даже не на сильный рост нефти, но, по крайней мере, не сильного падения. То есть финансы, которые будут получены от реализации, от продажи нефтепродуктов для России, пойдут только на пользу в ближайшее время. Возможно, пойдут на какие-то дополнительные инвестиционные программы в той же самой нефтяной отрасли. Но, в свою очередь, ОПЕК предупреждает, что цикл низких цен на нефть стал худшим за последние 50 лет и рекордно затянулся. Скажите, Дмитрий, не обращая внимания на затянувшийся наш цикл, все-таки, если говорить о тех плюсах, которые для бюджета не только Российской Федерации, но, вероятно, и других производителей нефти есть, в частности, оценки для России это 400-700 миллиардов рублей. Почему это появляется в преддверии 30 ноября, когда в Вене будет та самая встреча, которая может решить исход? Является ли это хорошим признаком, что, ну, посчитайте, вам ведь заморозка всем выгодна? Заморозка выгодна, прежде всего, для стабилизации цен на нефть. Здесь идет, на текущий момент в мире идет борьба сланцевой нефти и традиционной. И я так думаю, чтобы и производитель сланцевой нефти и традиционной добычи нефти устроила некая равновесная цена, я так думаю, эти меры и принимаются. Ну, хорошо. Коммерческие запасы сырой нефти также за минувшую неделю, по данным Министерства энергетики Соединенных Штатов, выросли на 5,3 миллиона баррелей, в то время как ждали увеличения на полтора. Таким образом, мы видим, что запасы продолжают расти. Давайте обсудим сегодняшние рекомендации, а после вернемся к еще важным актуальным темам. Начинает команда технического анализа. Альберт, пожалуйста, ваши две минуты. Спасибо большое. Для сегодняшней работы я рекомендую фьючерс на C, то есть доллар-рубль. Я рассматриваю варианты на падение этого инструмента, поэтому я рекомендую его продавать с текущих уровней. Целевой ориентир это 64,400. Почему именно выбрана такая позиция? Потому что мы видим, за последние два дня у нас был спуск, то есть некое падение данного инструмента. Потом мы видели день-два консолидации, да. У нас есть хорошая свечная комбинация в этой консолидации, и я ожидаю дальнейшего движения вниз. Хотя, конечно, придется постараться участникам рынка, чтобы пробить нижний уровень сопротивления. Ну, а дальше можно будет еще рассматривать варианты на падение данного инструмента. Поэтому рекомендую продавать сегодня-завтра данный инструмент. Итак, давайте обозначим. От текущего уровня целевой ориентир 64,400, стоп-лосс. Я думаю, ставить пока не стоит стоп-лосс. Означает ли это, что в ближайшей перспективе вы смотрите негативно на динамику, в том числе американского доллара? Какие факторы могут извне повлиять на это? Я сегодня смотрел рынок, я увидел, что валютная пара, валютная пара, работающая с долларом, да, они, в принципе, начали корректировку еще со вчерашнего дня. Несмотря на то, что близится конец года, традиционно он у нас наоборот в сторону повышения котировок ведет. Вот почему-то получается именно так. Ну, я смотрю с точки зрения технического анализа, да, я вижу, что движение одностороннее затянулось. А вот и сейчас как бы нужна коррекция, небольшая хотя бы коррекция на рынке. Угу. Ну что же, будем ожидать этой коррекции, потому что есть и другие прям противоположные прогнозы относительно и 70, и 80 рублей. Ну, соответственно, здесь более, конечно, приемлемые цифры, которые не спровоцируют какой-либо существенной, ну, скажем, паники, что ли. Итак, теперь рекомендации нашей фундаментальной команды. Дмитрий, пожалуйста, ваши две минуты. Спасибо. Сегодня мы рекомендуем покупать ETF на 20-летний трежерис. Последний квартал мы видели сильные продажи на рынке облигаций. Больше всего в цене потеряли контракты с дюрацией больше 20 лет. Соответственно, мы считаем, что краткосрочный рынок оказался перепродан и будет некий технический отскок. Наконец, в вчерашней сессии ETF-ы стикером TLT закрылись на уровне 123 доллара. Соответственно, мы видим цель на сегодня 124, а вообще первое сопротивление находится на уровне 125 долларов. Хотя инвесторы могут зафиксировать прибыли раньше. Соответственно, я считаю, что в преддверии декабря, когда многие эксперты считают, что Федрезерв повысит процентную ставку, это будет нормальным краткосрочным инвестиционной идеей. Спасибо. Ну, сегодня мы услышим заявление от Джанет Йеллен. Скажите, в преддверии того, что вы ожидаете в декабре повышения ставки Федрезерва, какие сегодня могут быть комментарии от Йеллен в каком направлении? С учетом пришедшего к власти Трампа или все-таки с учетом тех заранее оговоренных планов, которые были у Федрезерва? Я считаю, что Джанет Йеллен будет учитывать выборы Трампа, и я считаю, что в монетарным властям выгодно держать баланс в экономике США, и она будет носить коррективы в планы, которые были раньше. Какие коррективы может внести? Вы знаете, изначально планировалось с Федрезером, что процентные ставки будут повышаться до 2-2,5% на протяжении двух лет. Сейчас ходят слухи, что монетарная политика будет не столь жесткой, и, возможно, единоразовое повышение процентной ставки в декабре, и на протяжении года процентные ставки не изменятся. Многие эксперты также говорят о том, что Трамп выступал с кризикой Джанет Йеллен, и не исключено, что когда истечет срок ее полномочий в 2018 году, Дональд Трамп может отправить ее в отставку и, соответственно, избрать нового главу. Но, опять же, пока это только догадки тех экономистов, которые размышляют о том, в каком направлении пойдет американская экономика. Ну, а российская экономика явно идет в сторону улучшения, ну, скажем так, финансовой сферы, надежности, повышения предсказуемости и прочего. И вот Центральный банк решил закончить очищение финансового рынка в ближайшие месяцы. Сергей Швецов об этом заявлял. Скажите, пожалуйста, вот, Альберт, мегазадачей Банка России, по словам господина Швецова, является скорейшее завершение процесса очистки финансового рынка от недобросовестных и слабых игроков. Ну, мы все знаем про отзывы лицензий у банков, там и страховые брокеры и прочее, прочее. А вот, что касается финансовых пирамид, как-то регламентируется вообще сейчас деятельность их? Насколько они паразитируют, скажем так, на финансовом рынке? Кто-то их вообще отслеживает? Да, действительно, Центробанк их отслеживает. У них есть и статистика, у них есть и... Сколько сейчас финансовых пирамид, по оценкам, например, Центробанка? Значит, по последним данным, представитель Центробанка огласил, значит, цифру, то есть в третьем квартале 2016 года было порядка 30 пирамид разоблачено. Вот, то есть тенденция, как говорится, ну, сейчас она уже уменьшается, вот, они немножечко умельчают пирамиды, вот, приобретают более локальный характер, нежели раньше, да. Вот, ну, то есть регулятор... А может быть потому, что население уже обжегшись на всех МММах и прочем, не несет вообще средства в такие организации? Дмитрий, скажите, как можно распознать, если вот так столкнуться с некой финансовой организацией, как можно распознать, что это пирамида? Прежде всего, я посоветовал бы инвесторам читать документы или те контракты, которые они подписывают. В принципе, если вы планируете торговать сами, прежде всего, я считаю, что нужно смотреть на компанию, с которой вы заключаете договор. Лицензируется она, это российская компания. Нельзя ли эту лицензию просто нарисовать? Нельзя ли какие-то факты, ну, скажем так, подогнать под действующее законодательство и выдать желаемое за действительное? Конечно, мошенники так пользуются этим, в целью получить деньги инвесторов. Инвестор может всегда проверить наличие лицензии у регулятора. То есть зайти на сайт мегарегулятора центрального банка и проверить там по номеру лицензии. Например, да. Если мы говорим там про кипрские инвестиционные компании, то все инвестиционные компании на сайте САИСИКа, Cypress Security and Change Commission, все 260 с чем-то. А стоит ли доверять тем компаниям, которые не сохраняют резиденцию в Российской Федерации? В принципе, за рубежом вполне неплохо осуществляется регуляция со стороны регуляторов. Лучше всего в США. У инвесторов, которые открыли брокерские инвестиционные компании в США, например, страховка от банкротства брокера составляет полмиллиона долларов. Security Investor Protection Corporation, соответственно, в случае, если брокер обанкротился, выплачивает до полумиллиона долларов, если это было в бумагах. А в России, предположим, если та самая финансовая пирамида, о которой вы не знали, ну, принесли туда финансовые средства. Каким-то образом можете их вернуть? А как правило, нет. К сожалению, уже это невозможно. Ни в судебном порядке, ни в... Нет, как правило, это уже невозможно. Тем более, что час за час в той не выдаются никакие документы во время приема средств в эти пирамиды. То есть за этим тоже нужно следить? Конечно, да, нужно обязательно следить, проверять, то есть смотреть, какие признаки есть косвенные, скажем, там, и остальные тоже. Основными признаками является, это прежде всего, обещание стабильной доходности, да. Стабильно высокой, наверное, доходности. Обязательно, конечно же, выше, чем у остальных, да. То есть, смотрите, если в цифрах говорить, какие цифры доходности должны уже насторожить наших зрителей? Любые цифры выше 20-25%, да, уже настораживают. В рублях? В рублях, конечно же. Ну, не обязательно в процентах от вложенной суммы, да. Это первое. Второе – обещание стабильной доходности ежемесячно, то есть что, в принципе, невозможно, да. Вот, и третье – это уже, как скажем, оформление документов, которые происходят там с нарушением законодательства Российской Федерации. Но это нужно быть юристом для того, чтобы понимать, нарушили ли вы эти документы. Вы знаете, сейчас очень много интернет-ресурсов, которые очень хорошо это все разъясняют. То есть достаточно сесть вечером, спокойно, с чарочкой кофе, набрать в интернете, да, любые рекомендации по этому поводу, посмотреть. И, я думаю, у вас уже будет мнение на этот счет свое сформированное. Хорошо. То есть каждый человек сам должен избегать возможности попадания в такие ситуации и сохранять бдительность. Уважаемые телезрители, я напомню, что вы можете направлять нам на адрес электронной почты battle.sobacrbctv.ru интересующие вас вопросы, а также свои комментарии. Мы обязательно их обсудим. А в конце текущей недели у нас традиционно будет запущено голосование, кто из наших экспертов выглядел убедительнее. И напомню, что команда технического анализа на текущей неделе представляет Альберт Бурага, эксперт Utrade TV, а команду фундаментального анализа поддерживает Дмитрий Разувакин, инвестиционный консультант Зембланка Инвестмента СОТВ. Сейчас счет 2-1 в пользу фундаментальных экспертов, вы можете своим голосованием его изменить. С вами была Рынки Позиции, Елена Хрукова. Не переключайтесь, все вам доброго.